Вячеслав Викторович, Гитлеровская Германия С этой целью ровно 80 лет назад, 17 сентября 1939 года, войска Красной Армии были введены на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. Следует понимать, что представляла собой жизнь абсолютного большинства в этих районах. Свыше 80% населения Западной Белоруссии проживало в деревнях, при этом почти 85 тысяч крестьянских хозяйств не имели земли, 15% не имели коров, 30% были безлошадными. При этом менее 600 помещичьих хозяйств владели почти более чем по тысяче гектаров каждая. На селе в освобожденных Красной Армии районах было под 100 тысяч бездомных, нищих и батраков, тех, кто работал по 14-16 часов в день практически за похлебку. Теперь об Украине. Здесь около 70% земли на Западной Украине принадлежало крупным владельцам, 60% крестьян имели лишь микроскопические наделы, около 20% вообще не имело земли, у половины не было рабочего скота, 30% жили без коров, 45% без лошадей. Успехов в промышленности тоже не наблюдалось. Уважаемый коллеги, выступает докладчик, наш коллега. Каждый из вас может быть на его месте. Просьба внимательнее относиться к выступлению докладчиков. На Западную Белоруссию приходилось четверть территорий и 12% населения Польши, но лишь 3% ее промышленного производства, 2% выработки электроэнергии. Почти не строились дороги, не проводились телеграфные и телефонные линии. За 20 лет была построена лишь одна железнодорожная ветка в менее чем 90 километров. За 10 лет из-за кризиса закрылось более 200 фабрик и заводов, свыше третьей зарплаты рабочей съедала квартплата. Преобладали мелкие предприятия с числом занятых до 20 рабочих. Теперь принципиально важный момент, что же происходило в сфере культуры. В 2025 году на всю Западную Белоруссию приходилось 4 белорусских школы. Потом открыли еще несколько, но в 1937 году все белорусские школы были закрыты. Четверть детей вообще не посещали школу, стоит ли удивляться, что 75% населения было неграмотно. Кстати, коллеги, примечательный факт. В первые месяцы 2019 года, когда на территории Западной Белоруссии еще существовала советская власть, здесь было открыто около 400, подчеркиваю, 400 белорусских школ. Белорусский язык в Польше вообще не признавался. Им прямо запрещалось пользоваться в госучреждениях, в суде, на почте, на железных дорогах. А закрывались белорусские издательства, клубы. В 1939 году в Западной Белоруссии не было ни одного печатного органа на белорусском языке. На Западной Украине за годы польской оккупации было закрыто 3500 украинских школ. К 1939 году лишь 5% школ вели преподавание на украинском языке. Около 30% детей школьного возраста нигде не учились. Неграмотность составляла 70%. В Западной Белоруссии не было ни одного вуза, ни одного театра. Здравоохранение. 1939 год. По всей Западной Белоруссии только 1000 врачей, 80 больниц на 4 с лишним тысячи коек. На Западной Украине и того хуже. Один врач приходился на 10 тысяч человек, на несколько миллионов человек было 9 больниц. На лицо абсолютно очевидный, ничем не прикрытый, экономический, национальный, культурный гнет Западной Украины и Западной Белоруссии со стороны польских властей. Уже первые шаги новой власти в Западной Белоруссии и на Западной Украине продемонстрировали ее народный характер. В Западной Белоруссии батраки, безземельные и малоземельные крестьяне получили 1300 гектар земли, 14 тысяч лошадей, 33,5 тысячи коров, под 8 тысяч овец семена для посева. К началу Великой Отечественной войны здесь было 1115 колхозов, создавались и совхозы, свыше 100 МТС, имели почти 1000 тракторов, 368 сейлок, более 300 сложных молотилок. Из восточных областей Украины сюда было направлено механизаторы, агрономы, ветеринары, зоотехники. Западная Белоруссия получила более 2000 конных плугов, 1600 культиваторов, около 1000 сейлок, жаток, сенокосилок и другого инвентаря. При этом кулаков полностью не раскулачивали и не выселяли, им разрешалось иметь наделы в 10-15 гектар, это столько, сколько семья могла обрабатывать своими силами, использование наемного труда при этом, конечно, запрещалось. Первые успехи быстро проявились и в промышленности. В ноябре-декабре 1939 года прошла национализация банков, предприятий крупной, средней и части мелкой промышленности. За 10 месяцев 1940 года вступило в строй 105 промышленных предприятий. К концу года в этом регионе действовало уже 392 предприятия, 16 из которых имели от полутысячи до полутора тысяч рабочих. В результате технической реконструкции и других мер объем валовой промышленной продукции к концу 1940 года вырос вдвое по сравнению с годом 1939. Коренным образом был реконструирован Днепробукский канал протяженностью в 200 километров. Он был значительно расширен и углублен. До этого в Польше его безуспешно пытались восстановить в течение 20 лет. К 1941 году была полностью ликвидирована безработица, повсеместно введен 8-часовой рабочий день, введены пенсии по старости и инвалидности, действовало уже почти 6 тысяч школ, 75% из них ввели обучение на белорусском языке. Обучались практически все дети, взрослому населению также помогали преодолеть неграмотность. Было открыто 4 вуза, 8 педагогических училищ, 12 техникумов. Повсеместно стали издаваться газеты на белорусском языке. Были созданы 5 драматических театров, филармония, 100 кинотеатров. Открывались и другие учреждения культуры. К началу войны действовало 211 киноустановок. Организованы ансамбль белорусской песни и танца, 2 музыкальных техникума, 8 музыкальных школ, 18 домов пионеров, открыто 92 дома социалистической культуры. Немало было сделано и в здравоохранении. К концу 1940 года работало значительно больше 200 больниц, 26 роддомов, в общей сложности на 100 с лишним тысяч коек. Были открыты 207 поликлиник и амбулаторий, работало 1750 врачей. Из РСФСР и восточных районов Белоруссии приехало 150 врачей, 650 фельдшеров и около 2000 медсестер. Повсеместные иглоки преобразования прошли и в Западной Украине. К концу 1939 года была завершена аграрная реформа. Почти полмиллиона безземельных и малоземельных крестьян получили безвозмездно необходимые земельные наделы, более 84 тысяч лошадей, 76 тысяч коров, большое количество посевного материала и сельхозинвентаря. Крестьян освободили от арендной платы за землю. Они получили кредиты, которые позволили купить дополнительно около 40 тысяч коров. Было создано 182 МТС, их парк около 2000 тракторов. За первые 8 месяцев советской власти создано 100 МТС, 155 колхозов, 31 совхоз. В 1941 году было уже 2600 колхозов, куда объединилось 13% крестьянских хозяйств. В ходе национализации банков и крупной промышленности экспроприировано более 2200 промышленных предприятий, менее чем за полгода ликвидирована безработица. Началась активная реконструкция и сооружение новых предприятий. Весной 1941 года после окончания строительства газопровода Львов стал получать около 100 тысяч кубометров газа в сутки. Из восточных районов Украины и из РСФСР на западную Украину в больших количествах стали поступать машины, станки, сырье, топливо. В 1940 году объем промышленного производства был выше, чем в 1939 в полтора раза. Стремительно менялась и сфера образования. В октябре-декабре 1939 года только было открыто 400 новых школ, 7 вузов с преподаванием на родном языке. К середине 1940 действовало 7 тысяч школ, из них 6 тысяч с украинским языком. С конца 1939 года все вузы перешли на госбюджет, студенты обеспечивались стипендиями. Перед Великой Отечественной действовало 15 вузов, в них училось 10 тысяч студентов. Были созданы 13 кинотеатров, 3 больших художественных музея, государственная консерватория, областные филармонии, музыкальные училища и школы. К июлю 1940 было оборудовано 117 киноустановок, абсолютное большинство в селах. Чистость боличных коек выросла в 20 раз. Нынешние российские псевдоисторики и их коллеги-националисты из Украины и Белоруссии пытаются убедить всех в том, что трудящиеся Западной Белоруссии и Западной Украины горько якобы сожалели о вхождении в состав Советского Союза. Но есть факты, которые полностью опровергают эту откровенную ложь. 24 марта 1940 года прошли выборы в Верховный Совет СССР от районов Западной Украины и Западной Белоруссии. Вот результаты. В Западной Белоруссии в выборах в Совет Союза и Совет Национальности участвовало более 99%, в Западной Украине участвовало в Совет Союза 99%, в Совет Национальности 98,9%. Это означало полную поддержку новой власти и проводив их ее преобразование. В этой связи выводы первые. Нужно хорошо знать и настойчиво пропагандировать на ведущих телеканалах эти конкретные цифры и факты. И не исключаю, что наступает время подготовить специальное заявление Государственной Думы, где напомнить об этих фактах и вообще-то предложить украинским и отдельным белорусским националистам, активничающим по части антисоветизма... Добавить минуту. Зафиксировать очевидную вещь. Если вы считаете, что советская власть принесла вам неисчислимые беды, тогда откажитесь от тех территорий, которые в свое время принадлежали Польше. Ну и главный, может быть, вывод, актуальный для сегодняшнего дня. Народная власть получает народную поддержку всегда. Для этого ей не нужно прибегать к разного рода ухищрениям. К сожалению, мы видели, что и последние выборы, прошедшие 8 сентября, не были абсолютно честными, абсолютно чистыми и абсолютно демократичными. Напоминаю, что КПРФ не признает результаты выборов по ТВ. У нас очень много вопросов, и мы продолжаем изучать ситуацию по республике Татарстан. Нам очень не нравится, когда результаты по Хабаровскому краю достигаются с помощью подгона военнослужащих. И мы всех вас призываем обратить самое серьезное внимание на ту ситуацию, которая сегодня сложилась в республике Бурятия. Абсолютный произвол. Если ситуация не будет выправлена с помощью в том числе депутатского корпуса, нам придется специально инициировать рассмотрение этого вопроса на пленарном заседании Государственной Думы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok